Поздравляю всех с днём всех влюблённых. Или не поздравляю ни всех, ни с днём, ни с влюблённых. Вообще, как можно кого-то поздравлять с днём каких-то типа сердечек, влюблённых и всяких таких, если в большинстве своём люди даже не знают, что такое любовь? Для кого-то любовь — это вообще что-то такое космическое, непонятное, далёкое, вселенское. И это Иисус Махатмай Ганди под мышку с, не знаю, Прабхупадой, к примеру, которые учили любви, любви, любви. Для кого-то любовь — это просто всунуть свои гениталии в гениталии партнёра или, наоборот, расставить так свои гениталии, чтобы кто-то туда чего-то всунул. Понятие любви настолько сейчас разбросано, раздавлено, разорвано. Кто-то просто может сказать, что я люблю печенье, я люблю, не знаю, поесть. Кто-то говорит, что он любит спать. Короче говоря, что такое любовь, как она выглядит, как она определяется, какие вообще есть критерии того, что такой любовь ни у кого нету, однако все рисуют эти хреновые сердечки, хотя эти сердечки ни капли не похожи на то реальное сердце, которое анатомически, биологически находится. Анатомическое сердце — это просто мышца, насос. Говоря абсолютно научно, сердце сосёт, сердце перекачивает кровь по всему организму. И ну что дальше там ещё сказать? То, что сердце ассоциируется с какими-то чувствами, это просто от той глупости, что при соответствующих химических реакциях, которые происходят в мозгу, и по большому счёту все эти эмоции, все этот бред происходит именно в мозгу тех, кто этот мозг затравил алкоголем или ещё какой-то заразой, потому что в здравом мозгу такого ада просто происходить не может. Так вот, бросаются в организм определённые вещества, которые просто стимулируют в общем организм, стимулируют в частности кровообращение, и поэтому сердце начинает активнее действовать в каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях, когда организм или хочет совокупиться, отсюда вот так называемая любовь. Сердце может заболеть, когда, допустим, другое химическое соединение, которое ассоциируется с ненавистью. По большому счёту и те, кто такие любят, и те, кто, так сказать, ненавидят, и те, и те являются наркоманами химических веществ, производимых в мозгу в лучшем случае, а то вообще рабами своих половых органов или половых органов своих знакомых. Это же вообще глупо, мерзко, тупо, что это есть. Люди, как человеки, так сказать, разумные, могли бы сейчас создавать новые миры, новые виды живых существ, бороздя просторы галактики, а люди запутались в собственных химических веществах и не понимают, что сердце всего лишь мышца. Короче говоря, соболезную всем тем, кто празднует день непонятно какого, непонятно кого, именуемого в народе святым Валентином, соболезную тем тупым, которые надеются, что такие им придёт принц на белом коне или на единороге с большим рогом и, наконец-то, спасёт их от одиночества тем самым рогом. Однако, по большому счёту, настоящая любовь – это совсем не то. Любовь происходит от понятия «люди божественное ведают», и это просто древняя аббревиатура, от понимания, что если мы ведаем, знаем божественную природу, в себя всех остальных живых существ, то мы и действуем на благо всех живых существ. Любить есть мясо невозможно. Мясо, допустим, получается путём убийства животных, а идея любви – это идея помощи всем живым существам. Любить, спать с проститутками также невозможно, потому что наличие проституции, наличие вот этого ажиотажа вокруг услуг проституток вызывает нездоровую криминогенную ситуацию в обществе. То есть, короче говоря, многие те явления, которые сейчас ассоциируются с любовью, вообще к любви истинной не имеют никакого отношения. Интересно, что такое любовь, интересно, как развиваться. Переходите на мой канал, изучайте соответствующие видеозаписи по самосовершенствованию. Ну и да будет свет во всём свете и мир во всём мире. Успехов!